Приветствую вас, друзья! Меня зовут Михаил, и в данном видео я хочу поделиться с вами процессом реализации одного из заказов, который показался мне так более-менее интересным. Дело в том, что в последнее время интересных заказов поступает немного. Обратился человек, которому было необходимо сделать новое изголовье к его кровати. Дело в том, что старое изголовье было у него выполнено в пресловутой каретной стяжке, которая ему уже очень надоела. Ну и плюс оно было потрепано и уже требовало замены. Значит, у него были эскизы, которые он мне предоставил, и следующей проблемой был подбор материала. Дело в том, что для того, чтобы не перетягивать оставшиеся элементы кровати, нужно было найти очень похожий материал. Ну, в общем-то, я перебрал все свои образцы и с большим трудом нашел очень подходящий вариант. Ну, после чего начал работу. Весь процесс вы сейчас увидите в видео. Вам желаю приятного просмотра. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 эта работа стоит не очень дорого, но в нашем регионе таких мастеров немного они берут за свою работу дорого и делают очень долго поэтому мне не подошел этот вариант ну и к тому же бюджет был не сильно большой этой работы следующий нюанс это размеры деталей когда вы обтягиваете деталь тканью, она становится больше на толщину ткани поэтому перед тем как что-либо резать, вы должны вычислить толщину ткани и с каждой стороны пилить меньше на толщину этой ткани у меня в моем случае это был миллиметр то есть от фактического размера с каждой стороны я отнял еще по миллиметру если же этого не сделать, у вас просто все эти детали не состыкуются и следующий нюанс это материалы, которые вы будете использовать я использовал кожзам, ну дело в том, что это потребность была клиента но на мой взгляд в такой работе использовать кожзам нельзя он выглядит некрасиво и плюс с ним очень тяжело работать потому что он тоненький, он тянется, растягивается очень сложно ровно натянуть его на деталь ну на этом все, если вам понравилось данное видео ставьте лайк, дизлайк, пишите комментарии подписывайтесь на наш канал, если еще не подписаны с вами был Михаил Теремков, до новых встреч!